Всем привет! Снова с вами я, Дмитрий, и это четвертый выпуск IT News. Microsoft прекратит принудительное использование Edge для пользователей Windows 11. Он услышал нашу молитву. Microsoft заставляет пользователей Windows 10 и Windows 11 использовать браузер Edge и его поисковую систему Bing. В ноябре этого года в средствах массовой информации появилась информация, что Microsoft таки закроет лазейку в операционной системе Windows 11, которая дает возможность пользователям полностью отказаться от встроенного браузера Edge, и это уже произошло. Операционная система игнорирует настройку браузера по умолчанию, что производит к принудительному использованию браузера. Сложилось так, что не все пользователи Windows предпочитают встроенный браузер Edge по меру собственных убеждений или негативных отзывов. Но из этой ситуации есть выход. Программное обеспечение, такое как Edge Deflector, позволяет обойти эти ограничения и открыть нужный нам контент, не используя Microsoft Edge, а использовать браузер, который пользователь выберет сам по умолчанию. Следовательно, этот инструмент решает серьезную проблему среди большой группы пользователей. С момента выпуска новой версии операционной системы почти никто не обновился к Windows 11. Прошло уже больше месяца с тех пор, как Microsoft выпустила последнюю версию Windows. В процессе исследования компания Lansweeper использовала данные с более чем 10 миллионов устройств Windows, работающих в корпоративных и домашних сетях. Исследования показали, что менее 1% пользователей ПК обновились до последней версии Windows, несмотря на то, что оно доступно в виде бесплатного обновления для пользователей Windows 10. Я уверен, что основная причина связана с требованием Microsoft к TPM, поскольку во многих системах отсутствует необходимое оборудование для запуска Windows 11. Отчет Lansweeper также показывает, что почти 10% из отсканированных устройств Windows – это операционные системы с истекшим сроком эксплуатации. А компания уже давно прекратила поддержку Windows XP и Windows 7. Microsoft разрабатывает сверхвыносливую систему хранения данных из кварцевого стекла. Хранить данные сотни и тысячи лет – задача не из простых. Об этом хорошо знают кинокомпании, такие как, например, Warner Brothers. В ее архивах хранятся 750 тысяч киноэлементов, десятки, если не сотни, тысяч километров кинопленки. Они требуют огромного пространства, а также идеальных температурных условий. Microsoft взялась решить задачу вечного хранилища данных, поместив фильм в кусочек стекла. Для хранения большого объема информации нужны жесткие диски или магнитные ленты. Медиафайлы становятся все тяжелее, для них нужно все больше емких носителей, срок службы которых зачастую не превышает 30 лет в самых продвинутых вариантах. Именно поэтому Microsoft работает на кусочках стекла, который способен хранить данные сотни или даже тысячи лет, и куда менее прихотлив к состоянию окружающей среды. В данной разработке используются последние открытия в областях сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта для хранения данных в кварцевом стекле. Лазер кодирует данные в стекле, создавая слои трехмерных наноразмерных решеток и деформаций на разных глубинах под разными углами. Алгоритмы считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создают поляризованный свет, проходящий через стекло. Твердое кварцевое стекло может выдержать кипячение в воде, нагревание в печи, микроволновой печи, мытье и чистку, размагничивание и другие воздействия окружающей среды, грозящие потерей данных. Microsoft и Warner Bros. объединив усилия, успешно сохранили культовый фильм Superman 1978 года на куске стекла толщиной 2 мм и размером с подставкой для кружки. Будущее уже близко. AVS выпустила самый мощный 64-ядерный ARM-процессор в мире. Выход нового поколения процессоров всегда вызывает интерес, а если это самый мощный и самый известный в мире серверный ARM-процессор, то интерес особенный. Компания Amazon официально представила третье поколение процессоров собственной разработки – AVS Graviton 3, а также новые инстанты на их основе. Основные технические характеристики Graviton 3 – это 64 ядра с тактовой частотой 2,6 ГГц, процессор включает в себя 50 млрд транзисторов, а также память DDR5 и скорость обмена данными с памятью более 300 Гбит в секунду. Новые КПУ в среднем на 20% быстрее предыдущих. AVS также заявляет, что они будут потреблять на 60% меньше энергии при том же объеме вычислений. Также реализована новая функция защиты адресов в памяти. Перед отправкой на стэк они подписываются секретным ключом с учетом контекста, включая текущее значение указателя. При снятии со стэка адреса сразу валидируется, так что указатели подделать трудно. Это еще один рубеж обороны против атак, которые пытается записать в стэк указатель на бредоносный код. Инстанты пока доступны только для предварительного просмотра после заполнения заявки, а цены на них пока неизвестны. Но это уже большой прорыв в мире вычислительных мощностей. WhatsApp внедряет функцию исчезающих сообщений для всех новых чатов по умолчанию. В мессенджере WhatsApp появилась новая функция – автоматическое удаление сообщений. Об этом сообщил глава компании Meta, опубликовав пост в Facebook. Также можно установить удаление сообщений в качестве функции по умолчанию для всех новых чатов. Пользователям WhatsApp стала доступна функция автоматического удаления сообщений. Для выбора доступны три временных интервала очистки чатов. Это 24 часа, 7 дней, а также 90. Также автоудаление может работать по умолчанию для всех новых чатов. Кроме всего прочего, режим доступен и в групповых чатах. У пользователей есть возможность выбирать опцию и интервал времени во время создания общего чата. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг рассказал о том, что компания всегда старается работать над безопасностью и конфиденциальностью мессенджера. Эксперты в области безопасности отметили, что автоматическое удаление сообщений – не самый надежный способ защиты чата. У пользователей все еще остается возможность делать скриншоты и сохранять их локально. Друзья, по статистике YouTube 26% зрителей смотрят наш канал из Украины. Специально для вас мы запустили канал Hetman Software на украинском языке. На этом канале мы также показываем видео на тему восстановления данных, настройки ПК и операционных систем, исправления ошибок, очистки от вирусов и многое другое. Переходите и подписывайтесь, ссылка всегда в описании. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Субтитры создавал DimaTorzok